МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Веселая, озорная девчонка". -"Неунывающая". -"Неунывающая, абсолютно". Приходится и мне танцевать вальс, и кукла, да еще в паре с Золушкой. Классический тростевой шармовой спектакль. Тоже хотела их примерить, но, боюсь, будут слегка великоваты. В подголосках народной культуры в современном городе будем разбираться. Люди находили ответы на те же вопросы, которые ты ставишь. Иногда эти ответы были лучше и интереснее. Как можно описать эту народную культуру Тольятти? Народной культуры в Тольятти пока не сложилась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти. Программа о городе и людях, которые делают его лучше. Сегодняшний выпуск мы решили начать в Тольяттинском театре кукол. И на то есть сразу несколько причин. 21 марта – День кукольника. 25-е – День работника культуры. 27-е – День театра. И плюсом ко всем этим праздникам – премьера спектакль «Золушка». По-настоящему добрая и мудрая история. Я спешу, я спешу! Подожди, Золушка, да? Замо не самое главное. Ровно в 12 часов. Коя-то превратится в тыкву. Лошади станут бы шаги, а кучер превратится в кота. «Золушка» – это вечная история про то, что человек может воспользоваться шансом каким-то и преобразовать свою жизнь. И нам хочется всегда думать, что шанс этот нам выпадает по справедливости, за хорошие дела. Хотелось сделать классическую сказку «Традиционный театр кукол» и с классической музыкой. Потому что вот эти эксперименты, которые сейчас существуют, а я смотрел «Золушек» достаточно, мне кажется, уже и зритель устал, и артисты устали от этих экспериментов. Хочется посмотреть просто «Золушку». Классическую «Золушку». Да, классическую «Золушку». Я помню, когда его делал, ко мне подошел один из режиссеров, говорит, у тебя живой план будет? Я говорю, нет, как не будет? Так скучно же будет. Я говорю, скучно не будет. Поэтому я немножко, так скажем, в пику современным тенденциям, видите, у меня практически нет живого плана. У меня классический тростевой, шермовой спектакль. Так, надо заканчивать курку. Не забыть подбавить ковид в угля. Так, поставить чайник. Не забыть поставить утюг на ковид. Сестрица, велик. Вера Фадеевна, какая она, ваша «Золушка»? Ну вот сами посмотрите, какая она. Веселая? Веселая. Веселая же, да? Веселая, озорная девчонка. Не унывающая? Не унывающая, абсолютно. Наверное, уже просто немножко, чуть-чуть современная. Да. Она не переживает, она все умеет, она в жизни не пропадет. Так что она все умеет. Готовит, стирать. А самое главное, она умеет мечтать. А вы легко ли нашли общий язык со своей героиней? Подружились ли быстро? Ну, в принципе, да. Наверное, где-то я схожа. И когда я была молодая, в принципе, я такая же и была. А пусть нам «Золушка» тоже что-то скажет. Вы знаете, как я люблю танцевать? Знаете, я мечтаю потанцевать с принцем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Вот я такая «Золушка». Классная «Золушка». Нам она очень понравилась. Те самые знаменитые хрустальные туфельки «Золушки». Тоже хотела их примерить, но, боюсь, будут слегка великоваты. Олег Владимирович, какие-то королевские замашки у вашего принца есть или это максимально положительный персонаж? Я думаю, что замашек нет. Действительно, это максимально положительный персонаж. Он очень простой, он очень добрый, милый, нежный, веселый. Поэтому я думаю, что он и клюнул на «Золушку». Как вы управляете куклой? Что это за вид куклы? Прокомментируйте. Это тростевая кукла. В этой кукле могут работать и глаза, и рот, и брови. Но основной, конечно, трость – это руки. Потому что руками можем показать и рассказать то, что хочет сделать персонаж. А что самое сложное для вас, как для артиста, было в этом спектакле? Танцы. Потому что очень много танцев, очень много. Это вот в таком положении приходится и мне танцевать вальс, и кукла, да еще в паре с «Золушкой». Это как бы сложновато. Ирина, с каких этапов состоит процесс создания куклы? Сначала работает художник, художник-постановщик. Он дает нам эскизы, потом уже детализация в чертежах, и дальше уже мы начинаем приступать к работе, делаем кукол по эскизу художника. А сколько времени в среднем нужно на то, чтобы создать куклу? Зависит от спектакля. Например, «Золушка» – большой спектакль. Мы над ним трудились примерно полгода, потому что и декорации, и куклы, и костюмы, там много чего. Мы очень рады, что у нас получилось в наш юбилейный год восстановить наш очень легендарный давнишний спектакль «Золушка». Нам удалось пригласить для восстановления этого спектакля и показа премьерного Домбровского Вадима Александровича. Это тот самый режиссер, который поставил 10 лет назад этот спектакль. Кроме постановки, во время работы над спектаклями еще шли и, можно сказать, мастер-классы по кукловождению, по работе с куклой. Поэтому спектакль в хороших традициях кукольного театра, и мы этому очень рады. «Да здравствует прекрасное солнышко!» Как же это все-таки здорово, хотя бы на время отвлечься от ежедневной суеты, окунуться в мир кукол, детства и волшебства. Поздравляем с премьерой, театр и, конечно, зрителей. А мы продолжаем и прямо сейчас предлагаем перейти от событий современности к истории и обратиться к корням. Что связывает нас и жителей Ставрополя-Тольятти предыдущих столетий. И как мы, зачастую сами, того не замечая, продолжаем традиции предков в отголосках народной культуры в современном городе. Будем разбираться. Тема вашей лекции в рамках проекта «Город – инструкция по применению» – это место народной культуры в современном городе. Вот расскажите, пожалуйста, о чем будете говорить. Ну, здесь, наверное, все это основано на личном опыте. Мы все в молодости, наверное, являемся революционерами, и кажется, что старое, оно вот уже не настолько актуально, и хочется чего-то нового придумывать. А потом немножко растешь и понимаешь, что все уже делали до тебя. Люди находили ответы на те же вопросы, которые ты ставишь. Иногда эти ответы были лучше и интереснее. И иногда, глядя назад, мы находим лучшие технологические даже решения, чем то, что мы имеем сейчас. Но вот если назад посмотреть немножечко, это реконструкция, там правильно написано, что это такое. Это реконструкция жилища первобытного человека примерно в этих широтах, примерно в том же климате, в котором мы сейчас находимся. Мы можем видеть, что все тренды современного экологичного дизайна присутствуют. То есть, в общем, он вдыхает аромат травы на ней лежа. У нас сейчас вот это все практически упаковывается заново в такую экосовскую упаковку и продается очень сильно задорого всем. А вот они делали все по-простому. Одежда домотканная, одежда, соответственно, из природных материалов. Сейчас бы это назвали, наверное, тоже, как это пишут, натуральная, бионическая. Как можно описать вот эту народную культуру Тольятти? Здесь, как и во всей Самарской области, люди съехались с самых разных мест. И каждый принес вот свой кусочек, и не всегда эти кусочки хорошо стыкуются. Тем не менее, есть какие-то пищевые вещи, которые принадлежат к нашим народам и нашей территории. Здесь я безумно рад, что появляются в Тольятти, ну, в большей степени, наверное, пока в Жигулевске, но и в Тольятти осмысление кухонь народов по Волжье. То есть, кочевая кухня к нам давно пришла, вот все то, что практично, калорийно и при этом может быть довольно легко приготовлено. Это просто в новом таком тетропаковском обличье возрождение старых блюд, которые я с удовольствием вспоминаю. Особенно вот в неделю поста, когда задаешься там вопросом, а что можно есть, что нужно есть. Пища, да, одна часть. Другая часть – это одежда традиционная. И здесь я тоже наблюдаю за этим, ну, несколько десятилетий. Могу сказать, что рынок модной и современной одежды, основанный на народных мотивах, он, к счастью, развивается. И когда-нибудь, я верю, что и в Тольяттиском краеведческом музее можно будет купить там льняную рубаху, наконец-то, ее надеть и пойти куда-то. Я вот жду этого момента. Естественно, это традиции, обычаи, поговорки, пословицы. То есть, все то, что мы относим к нематериальному культурному наследию. Народной культуры, как таковой, в Тольятти пока не сложилось. У нас она рудиментарна. И на фоне языка ее отличает, да, деревенская прямота языка. То есть, в отличие даже от близлежащей Самары, у нас язык довольно-таки энергичен и довольно-таки прямолинейен. То есть, здесь люди не выбирают выражение, говорят прямо. И это вот отличает, наверное, и тольяттинцев, и самаролукскую культуру, там, Жигулевской, вот, села Самарской Луки в частности. Нам надо докапываться до сути, кто мы есть. А суть, она как раз чаще всего в ассоциации себя с другими народами. Со своим народом, со своими народами, потому что вот в Тольятти, например, практически все метисы, да, все от смешанных браков. И когда ты понимаешь, что вот ты, например, стоишь не только там на столбе русского народа, но, скажем, там, на столбе, не знаю, народа, к примеру, тюркского какого-то или одного из народов Кавказа, это тебе дает возможность себя объединять с многими людьми и чувствовать себя своим в самых разных средах. Мне кажется, вот в этом суть. Если сейчас поехать в частный сектор Тольятти и посмотреть на перенесенные дома, ну, во всяком случае, вовне вы много увидите похожего. Ответ на очень современный квест. Как на ограниченной площади разместить как можно больше зон для совершенно разных людей. Зона, там, условно, вот этот красный угол, по идее, да, зона для мужчин, зона для женщин и маленьких детей, зона для пожилых людей и детей постарше. Вот здесь вот и полоти есть, и печка. То есть, все как-то могли найти свой собственный уголок, и это сейчас не метафора, а буквальное описание ситуации. И вот в этом пространстве как-то, ну, чувствовать себя некучно, наверное, что очень важно. Если посмотреть на дизайн современных, там, вот, квартир-студий, не всегда дизайнеры настолько эффективно решают эту же задачку. Вот это вот, в общем-то, мужская такая вот история, ну, на мой взгляд, она должна быть мужской, потому что здесь разнообразные инструменты. Все вот это вот примерно мы найдем в мастерской каждого мужчины. Хотя прошло уже, ну, наверное, вот по сравнению с временем создания вот этих вот конкретных вещей, ну, точно не меньше пары сотен лет. Вот очень важное напоминание об экологической сути всех народных праздников. Кушаем-то мы все равно то, что производит земля. И зная Самарскую область и Тольятти, в частности, у нас дачники, наверное, продолжают производить где-то, ну, процентов 60 той продукции, которую мы, собственно, все едим. И если мы придем к пониманию того, что у природы надо не только брать, но еще о ней заботятся, мы просто дольше здесь проживем. Вот в этом, мне кажется, суть изучения народной культуры. И все эти вещи, они вполне конкретны. То есть, просто вот открой, я не знаю, справочник по народной культуре, по народному быту, найди там интересующее тебя, будь то пища, одежда, обычаи, традиции, там, что тебя больше волнует, твое физическое состояние или твое духовное состояние. Найди себе по вкусу, в книжке прочти, отфильтруй, посмотри, как ты это сможешь применить и живи. К какому выбору придут люди, это дело их, мое дело им обозначить, скажем так, спектр и смысл происходящего. И я надеюсь, что это получится сделать хотя бы вот в такой вот мере. А на сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону, который вы видите на экране, или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти.